Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Николай Дмитриев у микрофона ведущий Саргалана Антонова. Князь Игорь, Сильва, Кармен. Эти и другие шедевры оперной сцены можно увидеть в эти дни на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Саха, Якутия. Со 2 по 12 ноября в столице Республики проходит фестиваль «Ария Севера». Это праздник неповторимого вокала и музыки с участием артистов из ведущих театров страны. Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону. Единственный оперный театр за полярным кругом, самый северный театр страны, радует зрителей возможностью услышать лучшие голоса России в операх русских и зарубежных композиторов. Напомним, что впервые фестиваль «Ария Севера» был проведен в 2003 году. Его название было выбрано самими зрителями по итогам зрительского голосования. А в этом году он посвящен 70-летию Министерства культуры и духовного развития Якутии. Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Позвольте вам их представить. Они целый день были на репетиции, у них небольшой перерыв, в течение которого они буквально вырвались к нам сегодня в студию для того, чтобы рассказать о своих впечатлениях о Якуской земле, о фестивале. Итак, это кандидат искусствоведения, редактор Москонцерта Светлана Борисовна Потемкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ведущая актриса Московского музыкального театра на Басманной, почетный деятель искусств города Москвы Ирина Георгиевна Суханова. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И главный дирижер Свердловского академического театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Борис Григорьевич Нодельман. Приветствую вас. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на нашем радио. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Ну что же, а я начну наш разговор с гостями нашей программы. Светлана Борисовна, вы впервые у нас в Якутии, да? Вообще, какие у вас впечатления от республики? Знаете, впечатления самые приятные. Конечно, воспринимается в первую очередь город через театр, потому что много времени провожу именно там. И, конечно, очень приятное впечатление от того, как театр работает. Вообще, от слаженности команды, от того, как работают все цеха. И здесь, конечно, нужно сказать, выразить благодарность главному человеку в театре, это директору Владиславу Лёвочкину. Человеку с такими прекрасными глазами, который видит, как работают все цеха, да, очень внимательно. Вот. Павел Васьковский, художественный руководитель. Если я начну перечислять всех, и режиссерское управление, и литературную часть, и все монтировочные, ну, это займет очень много времени. А в студии находятся участники фестиваля, которые действительно улучшили момент немножко вместо того, чтобы отдыхать во время репетиции, да, приехали сюда. Вот. И мне кажется, что это очень интересно расспросить их поподробнее, потому что опереты — это такой жанр, который не все знают, не все, может быть, воспринимают. Вот. Кстати, вот хотела бы задать вам вопрос об оперете. Я знаю, что на днях вы были в жюри Московского международного конкурса «Оперетта Лэнд», и поэтому хотелось бы спросить, расспросить вас вообще об оперете, да, в чём её отличие от оперы. Ну, казалось бы, это и то, и другое, это театрально-музыкальный жанр. Знаете, я думаю, что лучше всего об этом расскажут участники процесса, конечно же. Так я знал, да. Конечно же. Тем более, что лучшие представители жанра находятся в студии. Тут редкий случай, когда можно из первых уст расспросить. И я как раз думала, что я сейчас расскажу серьёзно, да, о жанре, может быть, немножко пару слов. Вот. А дальше уже начнутся шутки, смех, потому что оперетта — это, конечно, зажигательный жанр, вот. И я очень рада за Якутск, очень рада за зрителей, что они увидят эту Сильву. Я сама рада за себя безумно, потому что этот спектакль... Уже начались репетиции, уже видно, как работает труппа, как она воспринимает москвичей и екатеринбуржцев. Извините, что во множественном числе. Но это действительно какое-то очень приятное такое вот содружество. Извините, вообще перед спектаклем не говорят такие слова, но я делаю вид, что я как будто бы... Вы просто делитесь впечатлениями и эмоциями. Да, я очень тоже благодарна и восхищаюсь продюсерам фестиваля, Алексеем Садовским, который такое собрал, пригласил таких артистов и вообще вот соединил, да, именно якутскую труппу с приглашёнными артистами. Здорово. Ну, да, дальше уже... Конечно, здорово. Ирина Георгиевна, поделитесь впечатлениями тоже. Да, ну, я безумно счастлива. Это такой колоссальный опыт сам по себе. И то, что Якутия, нас так приняли замечательно. Ощущение от масштаба в постановке, красота. Всё это, конечно, очень и очень, ну, бодоражит, бодоражит внутренне. Сейчас, да, действительно, мы репетируем. Ну, что можно сказать? Темп прекрасный. Мы готовимся непосредственно уже, так сказать, стартануть. И тем самым у тебя нет возможности, ну, немножечко так как-то спокойно к чему-то относиться. Ты просто уже должен чётко выполнить ту задачу, которая поставлена. Быстро влететь в это, почувствовать, понять, почувствовать темпы музыки. Вот, потому что, действительно, в оперите она не всегда исполняется в таких темпах, как, ну, вот, как вот написано. То есть всё-таки есть у неё момент, ну, чувство, чувство постановки. То есть всё зависит от режиссёра, дирижёра. Вот, и поэтому вот сейчас, ну, в ощущении радости, счастья, что мы творчеством занимаемся. И вот-вот скоро восьмое число, и мы начнём. Да-да. Борис Григорьевич, один из главных людей, наверное, думаю, что вы? Ну, ну, всё-таки, дирижёр, тот, кто, собственно, проводит всем. Нет, я, во-первых, хочу сказать спасибо, спасибо театру. Настолько, конечно, смелый, интересный поступок театра, что они, оперный театр, делает Сильву. Это полный респект и уважение. И молодцы, мне прислали запись, когда перед тем, как меня позвали сюда, я посмотрел запись, я был в восторге. И молодцы, молодцы, двигаются, разговаривают. Это же тяжело для них, они же никогда не говорили прозой. Они только поют и поют и поют. Это оперный испанец. Это оперный, а все-таки оперетта, это самый сложный жанр, потому что ты должен начать побегать, потанцевать какой-то номер, дуэт, потом ты после этого запыхаешься, ты должен что-то говорить, или, наоборот, ты поговорил, и срочно перейти на музыкальный номер, еще танцевать. То есть это многожанровая штука оперетта, и они, солисты оперы, хор, балет, они включены в это действие, и оркестр. И они тоже непросто играть. Они привыкли играть к хорошей, капитальной опере. Здесь легкая, шкальман, такая, знаете, шампанская, венгерская оперетта. И вот эту вот интересность они уже поставили, и мы сейчас еще немножечко тут порихтуем, почистим на репетициях. Надеюсь, что у нас завтра будет интересный, хороший спектакль. Поэтому я приглашаю всех на Сильву, 20 зрителей. Это будет очень интересно. Да-да, мы подтверждаем. Ну и, наверное, надо сказать, что Сильва в каждом театре ведь своя. Какой-то свой почерк неповторимый, да? Ну что, столько Сильв, столько. Я был в Венгрии, я видел венгерскую Сильву. Она идет под своим соусом венгерской. Я ставил когда-то Сильву под названием «Книгиня Чардашка», как она написана у Кальмана. Совершенно по-другому, с другой оркестровкой. Я здесь в этом театре впервые вижу партитуру, настоящую партитуру. Обычно у нас все оркестровки, оркестровки. Была с тем другая трактовка, где там Сильва, Эдвин разрывают свои отношения. Нет ли этой любви, которая написана у Кальмана. Сейчас у нас театре идет другая Сильва. Мы поставили московский режиссер Дима Белов и Дима Волосняков, дирижер. За что они получили золотую маску, кстати, за этот спектакль. Совершенно трансформировано. Совершенно переделана оркестровка. Написаны другие тексты. И Ивашенко написали. Поэтому Сильва настолько разная. Кому как. Это все идет от режиссера, от задачи театра. Поскольку это выдающееся произведение Сильва, поэтому все хотят ее по-другому перейти. Как-то обычный нормальный, хороший классический спектакль. Светлана Борисовна, вообще какие постановки Якутского театра вы видели, да? И что произвело на вас впечатление? Знаете, я, конечно, ехала и вспоминала, что одно из вообще самых ярких театральных впечатлений это постановка «Алан Хо» Андрея Борисова. Спектакль, который привозили много лет назад в Москву. И он шел на сцене театра Маяковского. Это был драматический спектакль, но совершенно огромный, масштабный. И я очень рада, что в программе фестиваля есть князь Игорь, тоже в постановке Борисова. Впечатление было такое же грандиозное. А что вы можете сказать о якутском зрителе? Вы уже были на фестивале вот в эти дни, да, смотрели, как прошли спектакли? Вы знаете, интересно всегда в любом театре, в любом городе интересно воспринимать реакцию зрительного зала, да, как он дышит. Ну, холодно в Якутске всё-таки, да, в зрительном зале тоже достаточно, мне кажется, ну, по вот своим ощущениям, доброжелательная очень обстановка, но такая достаточно сдержанная. Вот, поэтому интересно, интересно, будет ли на Сильвии вот такая вот, ну, подобающая, что ли, оперетти, да, зажигательность в зале. Ирина Георгиевна, а вот как вам понравился наш климат? Что вы о нём можете сказать? Вы знаете, я так готовилась, я изучала, конечно же, был самый важный вопрос, в чём поехать, вот. И, конечно же, я проштудировала в соцсети, посмотрела, ну, где-то испугалась, где-то наоборот, думаю, да нет. В общем, очень долго я думала, выбирала, вот. Вот, ну, собственно говоря, я счастлива, я прекрасно тепло оделась на все случаи жизни, вот. Но вообще мне очень нравится, во-первых, такая красота, простор самого города. Красиво, вот, ну, я не знаю, вы знаете, ни с чем не сравнимые ощущения и впечатления именно от того, вот мы выехали из аэропорта, и вот оно, оно ещё такое утро было, морозное, вот, деревья такие вот заснеженные, заснеженные, вот. И, конечно, отсутствие, там, ну, машин, народ, ну, просто мы, конечно же, просторами утра. Ну, что ты говоришь, она утрами отдыхает, а я утром после завтрака иду пешком, хожу по городу. И вот я-то, я не вижу, какой город чудесный, когда это солнце, радуга вокруг солнца, это снег, это счастье, я надышиваюсь этим воздухом, поскольку у нас слякоть, у нас нулевая температура, а здесь натуральный хороший морозец. Вот очень хорошо, да. Нет, я дышу в тряпочку, можно сказать, у меня хороший шарф. Вот, и я тем самым... Ну, закутанные машины, это впечатляет. Закутанные машины, да. И я понимаю, что я не одинока, так сказать, в одеяле своём, в одеянии. Вот, очень красиво. И самое главное, люди, они такие прекрасные. Я себя ощущаю, вот, знаете, во-первых, все так же одеты тепло, как я, и мы все вот такие огромные, ну, какие-то хорошенькие, в хорошем смысле, что вот именно развощёки, какие-то все такие... Ну, в общем, не знаю, мы все бежим куда-то, кто-то бежит, я вижу, в одну сторону, мы бежим в театр, вот, и, ну, как, мне всё очень и очень нравится, потому что это город самый-самый нашей холодной, холодной в России. Ага. Я смотрела вот фотографии из ваших выступлений, да, смотрела небольшие видео ваших репетиций в театре, да, и у меня создалось такое впечатление, что каждый выход на сцену для вас – это радость. Это действительно так? Это же очень. Ну, да, конечно. Во-первых, сама по себе постановка – это же оперетта. И я, в принципе, стараюсь, когда ты выходишь на сцену, ну, быть в чём-то непосредственной, то есть не примите это за какое-то, ну, что-то не очень хорошее, но, в принципе, человек выходит на сцену для того, чтобы чем-то, ну, не могу сказать это слово «удивить», это такие штампы, ну, как-то создать настроение. Понятное дело, что сюжет сам предполагает и взлёты, и трагедии какие-то, но в целом хочется, чтобы у зрителя оставалось ощущение вот жизни. А жизнь, она всё-таки, счастье в ней больше, нет, трагедии тоже есть, но когда ты смеёшься, оно всё как-то вот уходит, уходит и легче воспринимается. Поэтому, ну, может быть, насколько, не знаю точно, я ответила на этот вопрос, ну, вот так. — Расскажите, пожалуйста, вообще о вашей профессии, о себе, откуда вы родом, кто увлёк вас, может быть, пением или как вообще вы решили, почему стать актрисой музыкального театра. Как вы стали? — Да, ну, я из Москвы, я родилась в Москве, это мой родной город. Вот, ну, самое главное, наверное, ну, я увидела фильм «Летучая мышь». Как часто он показывается на Новый год, и с детства, наверное, вот эта лёгкость, какая-то красивая одежда, красивые женщины, красивая вот эстетика. Меня это всё очень и очень увлекло. И, конечно, мне захотелось попробовать представить себе как та Адель, которая присутствует в этом спектакле, почувствовать себя. Ну, путь такой у меня интересный. Я закончила ГИТИС у народного артиста РСФСР Георгия Павловича Ансимова. И вот, ну, оперету для себя в целом всё-таки я открыла, когда сходила на фиалку Мон Мартра, в московскую нашу оперету. Вот этот номер Карамбалина в исполнении Лины Зайцевой меня как-то очень и очень привёл в полный восторг. Оркестр, который там звучал, он такой симфоджаз. И это было для меня, ну, откровение, так скажем. И я поняла, что я вот это хочу. Я хочу это. Ну, вот, вот так вот, таким образом. Дальше вот, ну, так сказать, вот моя жизнь. Я себя посвящаю этому. Вы впервые в Якутске участвуете в фестивале Ария Севера как исполнительница за главные роли в Оперетисе Льва. Но вы ещё и участвуете в галоконцерте. А мне вот хотелось бы знать, что вы любите больше? Концерты или всё-таки спектакли? Вы знаете, для меня, ну, полноценное ощущение профессии – это и концерты, и спектакли. Потому что спектакли, да, они у меня есть. Они у меня любимые самые, наверное, ну, это вот фиалка Монмартра, Сильва. Это вот самое-самое то, что вот я себя ощущаю по тому, как героини себя ведут. Борис Григорьевич, правильно? Совершенно верно. Вот, спасибо. А в концерты позволяют тебе спеть огромное количество материала, в том числе множество оперет. И, ну, это огромное счастье. Также патриотические песни, песни-романсы, классические романсы. Всё это я очень люблю. И одно без другого для меня не может существовать. Потому что, ну, это рост. Ты не можешь просто вот в одно как-то находиться в одном состоянии. Всё-таки мне важно быть и там, и там. А какой вам представляется ваша героиня Сильва из опереты Кальмана? Ой, ну, какая же героиня она? Какая? Ну, самая, что ни на есть, самая прекрасная. Красивая, любящая. Ну, это самое-самое главное для оперет. Оперет, жажда любви, жажда красоты. Любить и быть любимой. Вот, вот. Ну, это вот для меня вот самое-самое яркое, что в оперете. Музыка, движение оркестра, высота, я не знаю, громкость. Это меня всё очень увлекает. Очень. А отличается ли ваша героиня вот в московской постановке и в спектакле Якутского театра? Да, вот как Борис Григорьевич рассказывал, каждая постановка, она индивидуальна, сама по себе, интересна. В нашей постановке у нас всё-таки идёт противостояние, наверное, мамы Эдвина и Сильвы. То есть сделан на этом акцент. Это тоже очень интересно. Но вот просто в Якутске сейчас вот мы играем из сцены в сцену, переходим. И здесь именно общество, общество задаёт противостояние для того, чтобы вот Сильва себя почувствовала. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим об оперном фестивале «Ария Севера». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И наш разговор сегодня посвящён проходящему у столицы республики фестивалю оперного искусства «Ария Севера». Напомним, что он начался 2 ноября с показа оперы «Бородина. Князь Игорь». Фестивальная афиша оперного форума включает самые заметные спектакли, репертуары с участием ведущих голосов Якутского театра и приглашённых солистов ведущих оперных театров страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону. В чём особенности работы над оперой и опереттой? Кто главнее в музыкальном театре – режиссёр или дирижёр? И как завершится фестиваль «Ария Севера» на якутской земле? Об этом и многом другом сегодня мы говорим с гостями нашей студии. А я напомню, что это кандидат искусствоведения, редактор «Москонцерта» Светлана Борисовна Потёмкина, ведущая актриса Московского музыкального театра «На Басманной» Ирина Георгиевна Суханова, а также главный дирижёр Средловского академического театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Борис Григорьевич Нодельман. Дорогие друзья, напоминаю, что наши программы выходят одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на нашем радио. Мы работаем в прямом эфире, вы можете позвонить к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а я продолжу задавать свои вопросы, Ирина Георгиевна. В целом, какие роли, какие спектакли вам дороги и важны в вашей сценической жизни? И что вам хотелось бы сыграть и спеть? Есть, наверное, какая-то мечта? Да, интересно. Да. Сурово посмотрит меня, Борис Григорьевич. Нет, ну, вы знаете, я, скорее всего, даже до рекламы ответила на этот вопрос, потому что Перетта, Фиалка Монмартра, Сильва, ну, это мои самые, наверное, самые любимые. Прошла я, наверное, так сказать, огонь, воду и медные трубы через спектакль «Моя прекрасная леди». Это очень тяжёлый спектакль с точки зрения актёрского мастерства. Также, конечно, найти свой голос в этом спектакле, потому что всё-таки это он считается как мюзикл, но мы поём как оперетта, нашу дорогую. И что можно сказать? Я вот вопрос подзабыла дальше. Да, о чём вы ещё мечтаете? Оперетта... Какую роль? Я, Света, если перебью, оперетта – это замечательная тема, что в каждой оперете героиня есть героиня. И можно любую оперетту брать, и такой багаж, то есть, ну, один Кальман чувствует, Страус, Афинбахт, и везде героиня, или она заглавная героиня, даже все Кальманы, там, Морица, Сильва, принцесса, цирка, то есть, да, женская, Боядера, все женские имена главные в спектаклях. Поэтому кладезь для певицы, оперетта – это вообще рай. Бери любой оперетт, и там всё, летучая мышь. Да, всё верно. Цыганский барон. Особенно если она героиня по природе своей, да? Ну, тем более, такая красивая, как Ирина Суханова. Спасибо вам огромное. Поэтому тут всё, всё у нас сходится. Да всё сходится, конечно. И вопрос к актрисе, да, придерживаетесь ли вы каких-либо, может быть, поверьей или примет для того, чтобы выступление прошло успешно? Ну, как вам сказать? Ну, наверное, конечно, всё равно что-то присутствует. Наверное, я не буду, ну, как сказать, оригинально, всё-таки есть ощущение второго какого-то спектакля. И я прям счастлива, что сегодня у нас второй день, когда мы выходим на сцену, и всё самое основное мы сегодня здесь и оставим. На сцене все свои какие-то огрехи, может быть, что-то непонятное. Всё должно состояться сегодня. А самое хорошее всё состоится завтра, 8 ноября. Всё самое интересное и яркое. Убедитесь в этом. Хорошо. Ну что же, Борис Григорьевич, теперь вам вопросы хотелось бы задать, да? Как давно вы возглавляете театр музыкальной комедии? Ой, театр я давно. Я театр с 84-го года. Да, сказал он. 1984 года. А в качестве главного дирижёра больше 30 лет. Это мой любимый театр, моя единственная любовь. Я свердловчанин, я родился в Свердловске, закончил там консерваторию раз, два, три раза. Разные факультеты. И для меня счастье, что я служу в этом театре столько лет. И слава богу, театр наш замечательный. А какие три факультеты можно по-любому сказать? Фортепианная аспирантура, камерная аспирантура и дирижёрский факультет, дирижёрское симфоническое отделение. Хорошо. Какие спектакли вашего театра особенно любят Екатеринбуржцы? Ой, знаете, наш театр, у нас когда-то ещё в Советское время считался театром, лаборатория советская периода. Всё, что было написано советским композиторам, почти что все премьеры были в нашем театре. Немножко был Питер и Москва. И все, и Фельдсман, Калмановский, я могу всех композиторов приезжать, все, Фельдсман особенно, ставился у нас. Ну, естественно, классика. И у нас такие кубики. Классика, мюзикл, детские, молодёжные и лёгкие спектакли. Ну, типа Тётка Чарли, такие водовильные. Чтобы всем серегам, всем сестрам по серегам, чтобы все было интересно. И ставится специальные такие, типа как вот «Силиконовая дура» с таким названием. Или молодёжный спектакль про школьников. Или ставится, например, американский мюзикл, скрипач на крыше. Те же, ну, очень грустные спектакли, но с шикарной музыкой. Или, допустим, мы поставили вот Эллойда Вебера, Эвиту. Впервые в стране удовольствие играть этот спектакль. Просто видишь настоящую партитуру и балдеешь, мягко выражаясь. Поэтому очень разнопланный, многожандровый театр. И вот так вот мы, такая круговерия у нас постоянная. Ну, и такой профессиональный, наверное, вопрос. А кто, по-вашему, главнее в театре? Режиссёр или директор? У нас театр изначально режиссёрский. У нас было всего-то больших режиссёров. Был такой Кугушев, потом был Владимир Ракимович Курочкин, потом была эпоха Кирилла Сергеевича Стрежнева. Вот сейчас, к сожалению, в светлой памяти их нет. И сейчас у нас начинается новый период. Но всегда был театр режиссёрский. Всегда. И я шёл на это. Я знаю, что дирижёр. И мне композиторы всегда... Ну, как ты не можешь отстоять? Там замечательные восемь тактов. Я говорю, старик, если режиссёры эти восемь тактов не нужны, я иду за режиссёром. Поскольку всё-таки в оперете важнее режиссёра. Его концепция, видение спектакля важнее, чем, грубо говоря. Мы сохраняем, конечно, музыку. Но в оперете мы можем даже поставить, переставить номера. Это ничего страшного. В Эрди мы это не можем сделать. Всё-таки классика, там есть классика. Оперета такой достаточно живой организм, что мы можем менять, что-то хотим. — А следующий вопрос. В чём сложность исполнения, как говорят, вот такого лёгкого жанра? Опереты или музыкальные комиссии? — Ну, я же говорю, это безумно. Это самый сложный жанр оперетты. Да не обидится на меня, вокалисты. Вокалистам можешь встать спокойно, спеть свою арию. Нет. В оперете её нельзя стоять. Ты должен двигаться. Во время арии или дуэта, тем более, мы должны двигаться, мы должны ходить, мы должны даже бегать, там, ну, в разные высоты. — И танцевать. — Ира, например, она поднимается сверху, со ступенек ходит и бродит. Это надо, чтобы сохранять дыхание. После этого она танцует. Потом она говорит эту прозу. После прозы она... Ну, я говорю, что это очень сложный жанр. И вот, и спасибо, вот я ещё восхищён артистами якутской оперы. Я слушал Юрия Байшева, да? Он накануне пел Фигара в сивийском цирюльнике. Здесь он поёт, Леопольд играет. И вот бедные, и уже перестраиваются. Это очень сложно. Уйти с оперной подачи, сука, на более естественные, такие переточные. Так что я просто ещё раз большой респект театру, что вот они ходят на такие эксперименты. — Да, это очень здорово. — Да, молодцы просто. — Какую свою постановку вы могли бы выделить? — Ой, знаете... — Это сложно, конечно. — Это безумно сложно, поскольку каждая постановка, она по-своему... Ну, у нас такие все гипохальные. Ну, первый спектакль, просто никто его не знает, только «Обеспеченный гражданин». Это был такой, знаете, компломерат. Театр в театре. Это фантазийный. Ну, просто это мое счастье. Вот мой был такой спектакль первый. Потом были интересные классические спектакли, «Весёлая вдова», «Княгиня Чардаша». Потом были шикарные мюзиклы. У нас масочные театры. У нас на круг где-то 18 золотых масок. Две там мои. Шикарные спектакли «Мёртвые души», за которые мы получили. Вот, понимаете, это называется «Лайт-опера». Это прозы нет практически. Вот такая оперетта-опера. Это «Лайт-опера». Вот новый такой вид, новый жанр, где вот серьёзная тема «Мёртвые души» Гоголя. И когда мы поём в конце «Тройка Русь», куда-то поём эти слова Гоголя, наложены на музыку. И это просто потрясающе. Это музыка Александра Пантыкина и стихи Костя Рувинского. Вот такие радостные всегда там открытия в аферете. Ну, вообще, Свердловская мускомедия – это один из самых прогрессивных, наверное, самый прогрессивный театр вот именно в этом жанре. Поэтому большая честь для театра встречать Бориса Григорьевича у себя. И большое удовольствие, и тоже честь для всех работать. Я сидела на репетиции с наслаждением тоже, слушала все комментарии. И восхищена была тем, как вы импровизируете за роялем. Да, это отдельно. Когда ты был пианистом. Когда закончил факультет. Да, не говори. Хорошо, ну вот давайте заглянем за кулисы театра и расскажем нашим радиослушателям, телезрителям о том, как проходят репетиции. Какое впечатление у вас остаётся от совместной работы с якутскими артистами? Пожалуйста. Впечатление самое замечательное, поскольку... Самое замечательное, мы поддержать Иру. Да, нет, поскольку наша задача – вплыть в спектакль, сделать точно то, что уже поставлено. И, конечно, то, что работают каждый день с отдачей, помогают, направляют, подсказывают, где-то даже дают возможность самовыразиться. Это тоже очень важно. И вот это настроение, ну, огромной благодарности и вот этот вот стержень, что они... Ну вот знаете, иногда бывает, что человек репетирует, ну, как бы так, в полноги можно. Нет, здесь в полную силу, чтобы мы понимали, какое действие, что из чего переходит. Всё очень серьёзно. И поэтому репетиция идёт определённое количество времени, всё очень понятно. Твоя задача – соответствовать. И это, конечно, ну, грандиозно, искренние аплодисменты, восхищение уровню. Вот. Хор, балет, солисты. Оркестр. Оркестр. Вот про оркестр, наверное, вам нужно сказать. Конечно, да. Про оркестр вам нужно. Ну, что молодцы, просто молодцы. Они, как я сказал, всем это непривычно, никогда не играли оперету. А там своя специфика, даже музыкантская, такие маленькие штрихи под чуточку под другие. И вот мы за эти дни попытаемся немножечко, так сказать, их потрихтовать. Но они просто все замечательно играют, хорошее, подготовлено. Так что им тоже большое спасибо. Надеюсь, что у нас всё получится. Да, будем надеяться. Мне хотелось вот такой ещё вам вопрос задать. Вообще, как вы считаете, петь на сцене – это дар, талант или это больше всего труд? Это просто как повезёт. Вот вы идеально, по-моему, сказали, да? Ну, как без таланта? Конечно, куда? Всё вместе. Конечно, прекрасно, когда ты, может быть, там, талантливый у тебя, но одно без другого не бывает. Ну, не бывает. И труд, и удача. Удача очень важна. Да, и хорошее настроение, когда отсутствует что-то из этого. Хорошо, у нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день. Слушаем вас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Приветствую гостей нашей студии, нашей республики. И мы гордимся, что у нас фестиваль этот проводится. И вот я, например, вот опоздала на все спектакли. Могу ли ещё что-нибудь посмотреть? И как вам наш мороз якутский? Мы уже отвечали на этот вопрос. Мороз замечательный. Свежий воздух. Мы дышим, наслаждаемся. Нет этого дыма наших городов больших. Чистый воздух. А то, что вы завтра приходите, мы вас приглашаем завтра. Потом ещё Кармен. Да, очень много говорим сегодня о завтрашней. Мы говорим о завтрашнем спектакле. Приходите, будем рады видеть вас. Завтра опереты как раз. Приходите, мы будем счастливы вас видеть. И еще можно посмотреть оперу Кармен. Кармен, да. Ну и кроме того, галоконцерт, которым завершится. Собственно, сам фестиваль. 12 ноября, поэтому мы всех наших якутян приглашаем стать гостями и участниками этого фестиваля. Ну и, наверное, нужно сказать буквально несколько слов о самом фестивале, о значении вообще таких фестивалей, да? К вам как критикует этот вопрос прежде всего. Я, в общем, не отношусь к критикам, честно говоря. Но тут любой, наверное, скажет, и участник, и зритель, что, конечно, побольше фестивалей хороших и разных. Ария Севера третий раз проводится с очень большим промежутком во времени. Пусть эти промежутки будут поменьше, вот, если есть такая возможность. Еще хотела сказать, что очень приятно, что на спектаклях присутствуют представители министерств, министерства культуры, министерства финансов. То есть это такая поддержка фестиваля, вот, и, ну, желательно, чтобы фестиваль расширялся, и участников, возможно, было больше, больше каких-то постановок. Ну, это стандартный набор желаний. Ирина Георгиевна, вот, какое впечатление оставляет проведение таких фестивалей? Вот вы у нас впервые в Якутии. Да, конечно. Ну, это самое важное совместное творчество. Россия у нас огромная, и то, что мы все объединяемся, узнаем друг друга, узнаем, чем дышит каждый город, чем наполнена внутренняя потребность в каких спектаклях. Это очень важно. И каждый, вот, мы приехали, я вижу, вот, как, да, коллеги вот работают. Мне же это тоже очень важно. Идет для меня отдача. Я свое расширяю пространство. Для них, дай бог, может быть, что-то от нас тоже передается. И вот это вот общение, когда вот мы с Борисом Григорьевичем встретились, вот мы с вами вот сегодня, ну, это же замечательно, это дорогого стоит. И, конечно же, вот Ария Севера, то, что сама идея всех объединить, это, ну, спасибо огромное, между прочим, спасибо за приглашение. Ну, это же консессенция. Правильно говорит Света, что чем чаще, тем лучше. Это человеческое общение, раз, это творческое общение, два, это опыт, это концентрация всех. Все стараются на фестивале показать все самое лучшее, все самое хорошее. И друг другу помогают. И это очень важно, понимаете, это как вот праздник для всех. Поэтому я поддерживаю проводить их почаще, хотя, понимаете, трудно, далеко. Но это необходимо, всем необходимо. И участникам, и зрителям. Ну что же, я еще раз напомню для наших телезрителей, радиослушателей, что в эти дни вы можете еще посмотреть оперету Кальмана Сильва, оперу Безе Кармен, а также галоконцерт, в котором примут участие гости, артисты ведущих театров России. Ну что же, дорогие друзья, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Дорогие друзья, это была программа «Якутская сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сергеевна Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания. И удачи нашим гостям. Спасибо. Спасибо. Спасибо.